о котором сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям «Ма бейна бейти во мимбари рауза тумири азильджанна» То, что находится между моим домом и моей мечетью, между моим домом и моим мимбаром, то есть то место, куда поднимался саллаллаху алейхи вассалям и проводил проповеди, это является садом из садов рая. То есть это частичка рая, именно самое такое было славянное место. Даже ученые говорят, дуа в раузы, оно более значимое перед Аллахом, субханаллаху алейхи вассалям, нежели дуа возле Каабы. И вот помню, во время учебы, когда мы здесь учились, когда заходишь в эту раузу, повторяешь Кур'ан, он легко запоминается, хорошо повторяется, альхамдуля, все дуа здесь принимаются, помиловися Аллаху субханаллаху алейхи вассалям. И туда попасть не так легко, там есть специальные разрешения, и все по времени. Вот в наше время сегодня 16.30, вот там нам разрешение документа отправили, поэтому, иншаллах, мы здесь вот асар намаз прочитаем, и после асара уже, иншаллах, пойдем туда. Суть там, что нужно сделать? В раузу мы, когда попадем, прочитаем два ракаата намаза, и какое-то время будет там, чтобы сделать дуа, попросить в Аллаху субханаллаху алейхи вассалям. После этого мы выходим, даем салям пророку Мухаммаду, салл я росли аллах ассаляму алейкия оба бакр ассаляму алейкия умрабил хаппат и все и выходим вот такой то нас начало будет этот до намаза мы здесь здесь намаз почитай миша обедена если какие-то вопросы касательно рауда касательно вот этому так скажем нашему обряду вас есть можете задать 2 какой 2 то есть время будет там мало но есть такие вещи называются джавами аль калим джавами аль калим то есть это смыслом огромный но слова могут быть большими вот такие любил дуа посланник аллах саллах алисалям например из джавами аль калим где посланник аллах ассаллах алисалям говорил раббана атина фиддуния хасана вафил ахираты хасана вакина адабин на аллах дай нам в этой жизни самые лучшие аллах дай нам вечной жизни самые лучшие и спаси нас от наказания да и задается вопрос что можно еще попросить кроме этого а юба алей салям когда он лежал в своей постели его тело гнило то есть он уже себя чувствовал очень слабым семья его умерла имущество свое потерял и так он десятки лет лежал в этой постели но дака как он обратился калах сандов дуа его который приводится в куране и не массе не оборву альтер амур ахимин у нас она ты видишь что настигла меня вот это вот испытание с точки зрения разума нужно было что просить дай мне аллах антали исцеление правильно да аллах ты аля мне богатство но он не попросил это что сказал аллах ты видишь что меня настигла но ведь ты милостивый всех милостив то есть имеется ввиду что если эта болезнь коснулась меня значит по милости твоей в этом есть тоже для меня благо то есть полностью положиться на аллах отдать аллаху эту ситуацию также когда мы говорим искренно сердце не просто на языке глубины сердца дай мне в этой жизни самый лучший я не знаю ты знаешь аллах я думаю вот это для меня благо но это может быть не благо ты знаешь благо да и летая нет как аллах куран года апстали пока учёб в innovations что то вам не нравится но это лучше для вас что-то вы желаете но это хуже для вас вы лаву я ламу антим лати аллим ул аллах знает а вы не знаете то есть положиться всем сердцем нам ла это из великих поклонений серди Monday college положитесь всем сердцем на risks ты сам был со мной лучше знаешь что лучше для меня для моей семьи для моих детей в этой жизни из имущества, из работы, из дел, из бараката, все ты знаешь, дай мне самое лучшее, дай мне в вечности тоже самое лучшее, и спаси меня от наказания ада, то есть, а это джава'м аль-калим, или, например, из джава'м аль-калим, когда мы просим дуау, аллахума инне ауду бикамин завали ниңматик, ва фуджа'ати ниңматик, ва тахаулі афиатик, ва жами'а сахатик, четыре вещи про Расуллаху алейсалам, то есть часто бывает такое, да, даже вот на Арафате человек попросил 10 минут дуа, 20 минут дуа, 30 минут дуа, все, что можно было попросить, я не знаю, что еще попросить Аллаха трискану ва concep. Проси то, что просил Посланник Аллах, саллаху алейсалам. Что он говорил? Аллах, сухану ва defineit, я прибегаю к тебе от того, что бы ты не забирала от меня свою милость, людей и не ауду бикамин завали няматик, то есть и в этом задум heatsп, Аллах, ты мне дал много милости, Аллах, ты меня дал детей, ты мне дал семью, ты мне дал работу, ты дал мне ислам, ты дал мне иман, я прибегаю к тебе, что бы ты не забирала от меня это. Субханаллах, приведу вам несколько примеров сколько людей например думали что они живут в религии и умрут на религии но аллах субхану а теалия что-то случается на протяжении их жизни аллах меняет их итог тут был такой один известных преповедников звали его абдулла аль-наджди жил в ряде его даже чех абин бас муфтица узкара его всегда говорил великий ученый и так далее призывал к аллаху субхану а теалия потом уехал в америку жить что-то с ним случилось его сердце поминалось субханаллах и он умер будучи неверующим будучи сам мульхидом языч будучи атеистом вот сколько такого поэтому прав мухаммад саллаху алейху салям когда просил дуа когда спросили у его супруги у айча рада лавана макан аксара дуан наби саллаху алейху салям что больше всего просил постаник аллаха у аллаха то есть например в этой жизни бывает у человека у каждого из нас есть какой-то отдельный дуа которого больше просит правильно кто-то просит у аллаха например скоро экзамены егэ у аллах дай чтоб мои дети сдали поступили в университет больше там кто-то у кого-то там близкий умер отец умер мама аллах больше на это делать акцент аллах прояви к нему свою милость у кого-то проблемы в бизнесе она сделает так чтобы эта ситуация разрешилась должным образом а что же больше всего просил посланник аллах саллаху алейху салям она ответила кан аксару я и дуа аллахом я муколебилку любит колбе а ладине у аллаху на матери о переворачивающие сердца людей укрик ты мое сердце на твоей религии и тогда аиша уму му минин супруга посланник аллаха удивилась и спросила у атихча аля навсика я расуле аллах ты за себя боишься посланник аллаха то есть если аллах не твое сердце укрепит на религии тогда чё помимо твоего ты же посланник аллаха и он ответил ей ва ма юдри кая бинту саддика фа инна кулубы льбад байна усбайн мин асабир рахман юкаллибуха кайфа яша откуда тебя должно знать о дочь абу бакра поистине сердца людей принадлежат только аллаху и как аллах субхану аталия пожелает так их переворачивать другом ходить саллах рассказала юсбиху абд му минон ваймси кафиран человек просыпается верующим засыпает неверующим а у юмси му минон файсбиху кафира или засыпает верующим а просыпается неверующим ябе а динам вирадами на дуне продаю свои религии за гроши этой жизни один у нас брат есть мустафа тоже узнает его не будем называть его имя тоже учился здесь в ряде поран хафизом был и таким одаренным студентом был на арабском как араб разговаривал даже стихами разговаривал как где-то все равно чувствовал среди студентов у него было какой-то в закамере что я лучше чем другие так далее она сейчас он даже на вас не считает оставил религию почему потому что у него какая-то проблема в голове началась с философии проблема вопросе предопределения говорит запутался я с вопросом предопределения сам себе он изнутри сделай все намаз даже стал один также известный наш брат блогер здесь учился медине ислам принял многие его знают много у него подписчиков такого машина был на пути аллаху саната даже если вопросы касательно и мы один раз ним в одной стране были вместе вопрос поднялся по поводу музыки я города музыка это хором верну если разногласия среди ибн хазим говорит то что можно если слова такие но я считаю что это хором говорю овернет строго все это так далее сейчас даже он намаз не читает и человек оставил свою религию запутался говорит если есть если библия переписана тора переписана может куран тоже переписаны в себе в голову бил и все поэтому субханаллах мы не знаем на чем мы с вами умрем братья